Криминалистика в 21 веке. Архитектура. Какие сейчас тренды? Я знаю, куда пойти работать. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Галия Гельфанова. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась презентация стипендиальной программы имени Елены Чернобровкиной. Ее учредило для студентов-журналистов Казанского федерального университета, интернет-газета «Бизнес онлайн». 20 апреля в Институте экономики Казанского федерального университета прошла молодежная антиконференция «Макс Фест-2023». Подробнее в сюжете. В Казанском федеральном университете прошла программа молодежной антиконференции «Макс Фест-2023». Инвестиции в человека – лучший капитал. На повестку дня было вынесено несколько вопросов. Так, первым выступающим был министр по делам молодежи Республики Татарстан Ренат Садыков. Он поднял тему о государственных инструментах для молодежного предпринимательства. Что касается поддержки со стороны министерства по делам молодежи, микро-предпринимательства среди молодежи, поддержки стартапов, то я должен сказать, что третий год подряд реализован грантовый конкурс среди студентов и молодежи нашей Республики. И такие микро-гранты, они небольшие, конечно же, да, но для какого-то старта, для студента 300 тысяч рублей. Я думаю, что это нормальное такое подспорье для того, чтобы попробовать себя в том или ином бизнесе. О блоке «Быти не казаться» рассказала руководитель агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минулина. Также студентам была предоставлена возможность задать интересующие их вопросы гостям. Вы знаете, что без труда не вытащишь и рыбку из труда. И это каждый, каждый день много лет. Это не два года, не пять лет, не семь. Это вот это, это 20 лет. И это не бывает вот так в одночасье, когда у вас сразу секретарь и сразу водитель. В завершении студентам предложили проголосовать по теме «Татарстан. Территория молодежного предпринимательства», где было несколько вариантов ответа. Валерия Носкова, Фарид Захитаглы, Универньюз. В главном здании Казанского федерального университета прошло заседание «Круглого стола», посвященное криминалистическому сопровождению следственных действий. О том, как прошло обсуждение, смотрите в следующем сюжете. 19 апреля состоялся круглый стол студенческих научных кружков по уголовному процессу юридического факультета Казанского федерального университета и факультета национальной исследовательского университета Высшей школы экономики на тему «Криминалистическое сопровождение следственных действий». В совместном заседании приняли участие студенты, магистранты, аспиранты, ведущие преподаватели университета, а также практикующие юристы. Основной задачей гостей были доклады о быстро развивающейся науке, криминалистике и способах внедрения новых технологий в, казалось бы, уже устойчивую и крепкую науку. Система следственных действий, казалось бы, традиционно известна в истории России, зарубежных стран. Казалось бы, ничего нового, но есть одно «но». Как проводить следственные действия в условиях состязательности, которая была объявлена с 1 июля 2002 года. В первую очередь поднимался вопрос о модернизации уже существующих законодательных актов, которые как никогда нуждаются в доработке. Мир криминала не стоит на месте, интернет-преступность не сможет быть поймана без использования электронных доказательств или при общении к материалам дела, записи, переговоров и электронного следа. А поскольку в уголовном судопроизводстве преступность уходит в виртуальный мир, правоохранительным органам нужно как можно скорее проследовать за ней. Эти мероприятия подтверждают, что молодежная наука имеет место быть, вузовская наука, я думаю, ее значение будет возрастать с каждым годом и все большее значение приобретает, конечно, не количество производимых каких-то новых знаний. По итогам заседаний студенты и уже имеющий опыт работы в органах государственные служащие смогли сделать необходимые выводы и коллективно согласились с тезисом, что мир криминалистики тесно связан с проведением следственных действий и как никогда нуждается в доработке и новых достижениях научного прогресса. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Институте международных отношений Казанского федерального университета 20 апреля состоялась Международная научно-практическая конференция «Россия-Корея». Сюжет Эмилия Мугинова. В Институте международных отношений состоялась конференция, посвященная российско-корейским отношениям. Ее открыл проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев. Он выразил благодарность генеральному консулу посольства Республики Корея в России Пак Хо, директору Центра продвижения Корееведения Академии Корееведения Ян Йенгюн, а также профессору-председателю Центра исследований Кореи Корееведения Института международных отношений Ко Йен Чоль. На базе Казанского федерального университета уже 26-я международная научно-практическая конференция «Россия, Корея. Настоящее прошлое и будущее». Спасибо большое Казанскому федеральному университету, спасибо огромное студентам, которые уделяют огромное внимание корейской культуре и всем ее аспектам. В первый день конференции состоялось две сессии, в ходе которых с докладами выступили 22 участника. Были подняты вопросы, связанные с обменом знаниями между ведущими учеными Корееведения и начинающими исследователями. Помимо этого, спикеры затронули темы российско-корейских отношений, а также положение корейцев, проживающих в России. Я уже в Казани проживаю на протяжении очень долгого времени, но сегодняшняя конференция является 26-й по счету, и мы в будущем надеемся, что каждый год она ежегодно будет продолжать проводиться. Директор Института международных отношений Рамиль Хайруддинов отметил, что в этом году исполняется 15 лет со дня подписания соглашения о сотрудничестве между Казанским университетом и Корейским фондом. Напомню, что с момента, когда Министерством образования Республики Корея было принято решение о реализации проекта по поддержке молодого поколения корееведов Казанского федерального университета, прошло 6 лет. В Институте дизайна и пространственных искусств прошла Международная научно-практическая конференция. Подробнее расскажет наш корреспондент Виктория Сухих. Конференция «Последние достижения в архитектуре» была рассчитана на два дня. За этим названием четкая цель – осветить два фактора, которые лежат в основе проектирования. Это знание и владение технологией, профессией, одновременно творческая составляющая. Обычно конференции посвящены либо творчеству, либо каким-то технологическим особенностям. Данная же конференция учитывает оба этих фактора. Так как встреча была международной, ее участники были из разных стран и городов. Эта конференция, она, во-первых, для нас очень цена в плане том, что отрабатывает ту специфику, которую мы закладывали в идеологии нашего образования. Это практика ориентированная образование. Образование выстроено с тем, чтобы по результату наши студенты выходили в мир специалистами, готовыми к созидательному творчеству. Конференция обогащает новыми знаниями преподавательский состав, чтобы преподаватель не замыкался в рамках своей специализации, а более объемно и подробно представлял состояние отдела в данной профессии. Обсуждались новые разработки и тенденции в архитектуре. Некоторые из последних особенностей включают применение аддитивных технологий при строительстве малоэтажных зданий. Например, 3D-печати, которые пока существуют только как технологии, но требуют архитектурного дизайнерского осмысления, то есть придания этим зданиям неких особых и органичных этой технологии облика. Но при этом перед архитектором стоят и задачи более высокого порядка, так скажем, культурного порядка формирования нашего уникального российского образа в архитектуре. Казанский федеральный университет дает возможность улучшать навыки и знания преподавателей, тем самым способствуя росту образовательного уровня в целом. Виктория Сухих, Александр Кузнецов, Универньюз. В информационном агентстве «Татаринформ» состоялась пресс-конференция о профориентационном проекте «Пробуй, знай, действуй». Сюжет Эмилия Мугинова. Благодаря грантовой поддержке Республики Татарстан и Казанскому федеральному университету руководство профориентационного проекта «Пробуй, знай, действуй» приняло решение организовать план. Этот проект связывает несколько субъектов – школа, вуз и предприятия. Он предполагает выборку наиболее мотивированных студентов, которым важно улучшать свои навыки и развивать свои знания в профессиональной деятельности. Необходимо объяснить школьникам и студентам, как им трансформироваться с учетом изменений трендов и понимать, какая из профессий будущего будет им интересна. То, чем они будут заниматься, сотрудники. И, естественно, не секрет, и всем уже сейчас понятно, что чем раньше начнется процесс профориентации, тем этот процесс понимания своего профессионального пути и его реализации будет максимально эффективным и облегченным. С приходом нового формата обучения, связанного с улучшением профориентации, студенты, руководствуясь наиболее понятным и близким подходом к ребятам, стали самостоятельно обучать различным тренингам школьников, которые впоследствии начали заниматься улучшением своих профессиональных навыков. Когда ко мне пришли ребята с предложением вот этого проекта, я открыта всегда всему новому, и мне показалось, что вот это будет очень интересный формат, когда практически вчерашние школьники, которые не так еще отошли от школьной скамьи, могут давать свои советы нашим ребятам, как им делать свой профессиональный выбор, на что обратить внимание. В этом году благодаря партнерству с Центром достижения молодых было принято решение создать карьерный форум от проекта «Пробуй, знай, действуй», объединив на своей площадке школьников, студентов, выпускников, работодателей и работников, ответственных за профориентацию в вузах и школах. 26 апреля в 15.00 состоится мероприятие, в котором у школьников и студентов будет возможность собраться, познакомиться друг с другом и на основе тренингов, выдвинутых их наставниками, классными руководителями, родителями или студентами, проанализировать и протестировать личные умения. В процессе обучения в той или иной сфере деятельности они смогут развивать не только теоретические навыки, но и свои практические способности. Эмиль Мугинов, Универньюз. На этом все. В студии была Галия Гельфанова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!